Всем привет! Сегодня продолжаем обозревать дешевые и супер мега популярные очки TopSky Prime 1S и сегодняшний обзор мы построим в формате ответов на ваши вопросы. Очки разбираются очень просто, откручиваем 4 винтика на нижней панели и рассоединяем корпус. И здесь сразу же мы видим два приемника, первый и второй. Здесь все по-честному. Вот здесь я думаю, что вам все очень хорошо видно, в очках установлено два экрана, вот их видно два шлейфа. Так что здесь у нас тоже все по-честному и производитель нас не обманул. Как вы помните, разрешение здесь 640 на 480. Можно ли здесь разглядеть пиксели? Да, конечно, можно. Второй вопрос, бросается ли это в глаза? Нет, не бросается. Пиксели здесь вы найдете только тогда, когда целенаправленно будете их искать, смещая фокус с картинки на сам экран. Угол обзора здесь 80 градусов, я бы не стал сравнивать его с углом обзора, например, маски, где у нас один большой экран и приходится бегать по экрану глазами. Здесь такой проблемы я не заметил, но картинка здесь однозначно больше, чем в любых очках и видите вы ее ближе. И эта особенность мне очень понравилась в очках, на гоночных квадрокоптерах я летаю редко и мне удобнее видеть большую картинку с камеры перед собой. Но опять же, я повторюсь, что картинка не такая большая, как в масках и глазами бегать по экрану вам не придется. То есть это получается промежуточный вариант между очками и маской. Я не вижу препятствий, конечно же, можно, но нужно быть готовым к тому, что вы будете получать немножко больше информации, чем, например, с классических очков. Но в то же время здесь можно сконцентрироваться на цели и участвовать в гонках. Я протестировал все эти три режима и могу сказать, что разницы между ними я не заметил. Очки очень быстро переключаются между приемниками, если на картинке появляются более-менее серьезные помехи. Если ты сконцентрирован на полете, то заметить эти переключения очень тяжело. Во-первых, они очень удобные, они не тяжелые. Трехточечные ремни обеспечивают очень комфортную посадку очков на вашей голове. Этому, конечно же, способствует мягкая подкладка. Единственное, что мне не понравилось, это то, что вот эта вот выемка для носа, она ничем не проклеена, через нее попадает свет. Нужно будет сюда обязательно подклеить поролон, который идет в комплекте. Также, благодаря регулировке межзрачкового расстояния и диоптрий, настроить под себя эти очки сможет каждый. И даже человек, у которого проблемы со зрением. И это очень важно, потому что если вы носите очки, то поверх них эти очки вы уже не оденете. Вес очков небольшой, даже если установить сюда какую-то массивную направленную антенну, то на голове они будут сидеть удобно. С полностью заряженным аккумулятором очки проработали чуть меньше полутора часов. Заряжается полностью аккумулятор за два часа. Также еще одна очень приятная особенность выяснилась во время эксплуатации, это то, что DVR пишет в HD качестве, не VGA, как я упоминал в распаковке. И это на самом деле очень круто, получить в очках такой ценовой категории HD DVR, который тяжело найти в очках в 3-4 раза дороже этих. Также выяснилось, что вот эта вот кнопка с камерой не переводит нас в меню быстрого просмотра отснятого видеоматериала. Нажимая на эту кнопку мы делаем скриншот и изображение тоже в HD качестве пишется на microSD карточку. А чтобы посмотреть отснятый фото-видеоматериал, достаточно нажать на джойстик DVR. Ссылку на оригинальные фото-видеофайлы вы найдете в описании под видео. Ну что, подводя небольшой итог, я бы сказал, что у компании TopSky получилось сделать очень и очень достойные очки. Особенно, если брать во внимание их цену. Цена на них сейчас от 80 до 100 долларов, в зависимости от акции или распродажи. И за эту цену мы получаем что-то среднее между очками и маской. Здесь есть всевозможные решения для удобной настройки картинки для ваших глаз. Аккумулятор уже в комплекте. И огромным плюсом здесь же, конечно же, будет HD DVR. В комплекте вы найдете все необходимое для первого полета, за исключением microSD карточки. Ее нужно будет докупить отдельно. Но еще я бы вам рекомендовал докупить хорошие направленные или всенаправленные антенны. Потому что с теми антеннами, что вы найдете в комплекте, далеко вы не улетите. Так что очками остался очень и очень доволен. Буду продолжать дальше их эксплуатировать. Если у вас остались еще какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Я с радостью на них отвечу или сниму отдельное видео. Также у меня для вас есть очень хорошая новость. Вы можете выиграть эти очки, приняв участие в конкурсе. Условия конкурса предельно простые. Вам нужно быть подписанным на мой YouTube канал, подписаться на группу GearBest в Телеграме и сделать репост моего видео в одной из ваших социальных сетей. Лучше, конечно же, в нескольких. И после этого вам останется только оставить под моим комментарием конкурс, ваш никнейм в Телеграме и ссылку на репост моего видео. Конкурс будет длиться до 19 декабря 2018 года. А на сегодня все. Спасибо всем большое за внимание. Желаю вам удачи в конкурсе и до встречи в следующем видео.